Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Хочу сегодня с вами немножко поговорить о том, что на канале появляется ещё один плейлист. Хотя я не знаю, как его ещё назвать. Думал сначала назвать новости, но это как-то уж сильно просто скучно и неинтересно. Пока что думаю над названием. Что я буду в этот плейлист снимать? А снимать я буду какие-то новостные небольшие ролики. Некоторые будут совсем коротенькие, некоторые будут подлиннее. Всё будет касаться этого канала. Какая-то информация, которую я хочу вам донести. И уже в таком стиле я один ролик снимал. Это было две недели назад. Это какие игры я жду. Этот ролик был посвящён тем играм, которые я жду. И там что-то я ещё порассказывал. Также, скорее всего, то, что я буду отвечать на самые частые ваши вопросы или на те комментарии, которые меня как-то зацепили. Основная информация, которую я хочу донести в этом видео, это то, что есть уже точная дата старта сервера ПЕН-товар. Дата уже известна примерно целую неделю. Ну, я вот только решил это её огласить. Думаю, те, кто за игрой следят, и так эту дату знают. Получается, 15-го числа, 12-го месяца, вот буквально уже скоро-скоро дней через... Какое число сегодня хоть? Пятое число сегодня. Получается, через 10 дней старт сервера ПЕН-товар. Это суббота. Обычно все сервера ПЕН-товар стартуют в пятницу. А здесь получается суббота. Меня это очень удивило. Ни на одном серверке я не стартовал в субботу. Как-то даже непривычно. Обычно в пятницу заканчиваешь рабочий день, приходишь домой, там бым-бым-бым похавал по-быстрому, и идёшь на старт серверка. А тут нужно подождать субботу, субботнего вечера, точнее сказать. Потому что старт в 7 часов вечера. Конечно же, здесь на форуме писали то, что в игре обновили. Тут большие списки обновлений. Поначалу я какие-то обновления читал. Даже по этим обновлениям снимал видео. Комментировал все эти обновления. Но после того, как вышло большое обновление, которое касается магов, здесь слишком много-много пунктов. Чтобы отснять видео по вот этим всем пунктам, это нужно, не знаю, часов 5 на это убить. У меня столько свободного времени нету, и потому я перестал записывать подобные видео. Обновлений вышло очень-очень много. Конечно же, их лучше почитать, если вы планируете серьёзно играть на пентаваре 2.5. Я вот даже когда записывал видео по обновлению, для меня это было непросто сесть и записать видео. Я сам для себя каждый пункт читал и пытался в его вникнуть. А когда видео перестал снимать, тогда же нету сесть и времени и все эти пункты перечитать. Но кому интересно, ссылку на все пункты обновления я оставлю в описании под видео. Вконтакте мне пишут, когда стримы, почему стримов нету. Ну, ребята, извините, хожу на работу. Работа иногда очень-очень сильно выматывает. Хочется прийти домой, сесть и просто расслабиться. На работе сейчас какая-то уж слишком большая захруженность. Я из этой работы, честно говоря, даже жизнь не замечаю. Пошёл, отработал, пришёл домой, покушал там, 3 часа за компом посидел, что-то поиграл, лёг спать, опять проснулся, опять на работу и так каждый день. Это ужас, честно говорю, из-за работы время незаметно летит. Что я делаю после работы, это прихожу, покушал, либо у меня хватает времени, чтобы какое-то видео снять. Если у меня есть какое-то уже отснятое видео, то у меня хватает только вечера, чтобы видео отмонтировать. Короче, я вечером либо монтирую, либо снимаю. Так, чтобы я за один вечер успел и снять, и замонтировать, такого у меня не бывает. А, ну ещё ж, конечно, иногда запускаю стрим. Я хочу и видео поснимать, хочу и постримить, а на всё не хватает времени, потому и видео немного получается делать, и стримы тоже получается очень редко делать. Так что на вопрос, когда стрим, я не знаю, что вам отвечать. Когда получается, тогда я его запускаю. Вот так вот. Играю я после работы или в ПВ, в Prime World, или записываю игру, игра от подписчиков. Кстати, когда это вчера, записал последнее видео по Darksider 2. Получается... Что получается? Всё печально. Кто смотрел это видео, знает, что я до конца игру не пройду, потому что игра заглючила. Я поймал глюки, и дальше игру пройти не могу. То, что касается игры, она мне, в принципе, понравилась. Даже моментами очень понравилась. Несмотря на её неудобное дебильное управление, моментами какие-то были глюки, баги, но они были маленькие. Вот только в конце я поймал один большой баг, из-за которого я дальше не могу играть. То, что игра не монотонная, поначалу ты бегаешь там по стенам прыгаешь, потом ты с кем-то сражаешься, потом там ещё в каком-то режиме ты бегаешь с пулемётом. Короче, игра постоянно меняется, и за счёт этого играть не так скучно. Но всё равно в игру вообще не тянет. Если скучно-скучно-скучно, вот очень скучно, делать нечего, тогда можно сесть и поиграть, побегать, как бы получить от этого удовольствия. Но вот какого-то желания сесть и поиграть нет. Darksider 2, получается, эта игра была из рубрики «Игра от подписчиков». Всё, я закончил её снимать, теперь смотрим, что я буду снимать дальше. Вот группа ВКонтакте, так, игры от подписчиков. Вот, получается, игры, которые вы мне присылаете, чтобы я в их поиграл. Я вот по порядку по этому списку иду. Вот это всё я уже снимал, всё уже... Так, получается, следующая игра, это Sticks. Shadow of Darkness. Stealth Action MMO. Я вроде бы смотрел одно видео, так, кусками поклассал, чтобы разобраться, в чём смысл игры. Это явно, явно-явно не MMO. Это типичный стелс, где мы постоянно там крадёмся, всех убиваем втихаря. Со спины убиваем, с темноты убиваем, и в этом духе. Меня вот немножко смущает момент. Здесь я писал. Пишем только название игры. И всё, больше ничего писать не нужно. Нет, все почему-то пишут описание игры. Зачем мне это описание игры? Просто. Вот только Миша нормально написал. Просто написал название игры. Всё. Все остальные пишут кучу текста. Надо быть как-то повнимательней. На ютубе уже давно между самыми большими каналами идёт сражение. Кто кого обгонит, конечно же, пока на первом месте PewDiePie. Его догоняет индийский канал T-Series. PewDiePie этим каналом занимается один он, один человек. Ну там, конечно, ему, наверное, кто-то же помогает уже. Там монтировать, возможно, помогает уже. Но как бы все идеи для видео он сам придумывает и сам всё снимает. А T-Series это очень большой индийский канал. Там, где индийские клипы, индийские видео и всякое такое всё индийское. Наверное, раньше в Индии не было Ютуба или не было интернета или не было техники, через которую можно было бы в Ютуб зайти. И этого канала раньше не было. Но потом там что-то получилось, появился этот канал. Там клипы Ача-ача вот эти танцевальные их нелюбимые. Индийцев этих много и канал начал быстро развиваться. И догонять Петипая. Мне, конечно, жалко Петипая, потому что я знаю его очень-очень давно. Когда я его впервые про Петипая узнал, я ещё даже не загружал на Ютуб ни одного видео. потому я Петюца люблю и не хочу, чтобы он стал на втором месте. Рано или поздно, но всё равно, я думаю, Петипая проиграет. Потому что всегда выигрывают в любом бизнесе, в любом деле большие-большие компании. Ютуб это не исключение. Ой, блин. Что-то на Ютубе я вот такую ошибку слишком часто начал видеть. Вот эта бакака, мартышка вот эта, она меня уже бесит. Я даже знаю, почему это происходит. Поначалу Гугл свою социальную сеть Гугл Плюс они всем навязывали и очень сильно внедряли эту сеть в Ютуб. Нельзя создать канал на Ютубе без Гугл Плюс. А теперь Гугл. Вот эту Гугл Плюс пытаются из Ютуба достать. Как бы рассоединить. Но те, кто занимаются хоть немножко программированием, понимают, насколько сложно это всё было им внедрить. А теперь его нужно достать с Ютуба. И так достать, чтобы Ютуб не повредить. И мне кажется, у них это не очень хорошо получается. Если, допустим, создаёшь новый канал на Ютубе, вот такой ошибки нету почему-то. Вот такой ошибки нету. На старых моих каналах такая ошибка появляется постоянно. Приходится нажимать F5, ждать, и оно заработает рано или поздно. Нажмёшь там 2-3 раза F5, но рано или поздно заработает. О, давайте прочитаем мой последний комментарий. начни делать видео по L2 Revolution. Кто не знает, Lineage 2 Revolution это мобильная игра. Там появились орки и много всяких ништяков. Так что поиграй и посмотришь, как подтянется народ к тебе. То, что касается Revolution, игра слишком-слишком донатная. За счёт этого играть её вообще не хочется, потому что ты прекрасно понимаешь, если ты не донатишь, ты кусок говна. На кусок говна никто смотреть не будет. Так что ко мне никто не подтянется. А если даже и подтянется, то это будет очень немного, но ради этого мне придётся себя пересилить и снимать то, что мне ни капельки не интересно. Я эту игру понял, я как бы вкусил все соки этой игры и она как по мне очень плохая. Есть плюсы, есть минусы в этой игре, но минусов гораздо больше. Когда много лет играешь в разные игры, вот в разные разные разные, то ты уже играя в какую-то новую игру, быстро начинаешь понимать, что игра себя представляет. Что админы хотят от этой игры? В какую сторону админы эту игру развивают? В хорошую или плохую? Так, ладно, давайте на этом заканчиваем. Главная новость в этом видео была то, что стартует пентовар, так что 15 числа я буду стараться активно играть в пентовар и постараюсь активно его стримить. Даже когда я буду с работой приходить, даже я буду уставший, буду замученный, все равно я буду садиться и играть в пентовар. О, у меня идея, а давайте под этими видео, где я буду типа что-то рассказывать, я на эти вопросы буду отвечать. Хотя это не новостное видео, это такое типа сели бабки на лапки семки полузать. сели андрес в 자리 андрес Субтитры сделал DimaTorzok